Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Александра Новака с участием полпреда президента ВСКФ Юрия Чайки. На повестке чрезвычайно важные вопросы по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Недружественные страны диктуют новые вызовы, для успешного преодоления которых нам необходимо сегодня полностью мобилизовать все силы. Вице-премьер Новак отметил, что СКФ обладает всем необходимым для того, чтобы в текущих условиях не только выдержать эту ситуацию, но и получить дополнительный импульс для развития. В Карачаево-Черкесии уже действует оперштаб по экономическим вопросам. Осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда, мониторинг потребительских цен на товары и услуги, запасы товаров, финансовое состояние предприятий региона, задолженности по зарплате. А также в нашей республике все обязательства по зарплате мерам соцподдержки исполняются в полном объеме. Банковский сектор работает в штатном режиме. Рассматриваются вопросы поддержки бизнеса, в том числе и по снижению импортозависимости. Сегодня прошла 35-я сессия парламента республики 6-го созыва. Под председательством спикера парламента Александра Иванова депутаты рассмотрели 16 вопросов. Народные избранники приняли законопроект, инициированный прокуратурой Карачаева-Черкесии, в соответствии с которым упраздняются конституционные суды субъектов страны. Внесены изменения и в закон об административных правонарушениях. С законопроектом предусматривается введение административной ответственности за неисполнение или нарушение нормативных правовых актов органов государственной власти. Предусмотрен штраф для физлиц до 2000, для юридических – до 5000 рублей. В прежней редакции такая ответственность отсутствовала. Еще один законопроект позволит трудоустроиться большему количеству людей с ограниченными возможностями. Другой документ уточняет полномочия органов местного самоправления сельского поселения по накоплению и транспортировке твердых бытовых отходов. Жителям Карачаева-Черкесии не безразлично то, что происходит в Донецкой и Луганской народных республиках. Люди всецело поддерживают решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации. Своё мнение о сложившейся ситуации высказала сегодня председатель общественной палаты республики Елена Лешова. Мы все единогласно члены общественной палаты поддержали позицию президента. Мы понимаем, что это была вынужденная мера. Мы полностью согласны с тем, что если Украина стоит ядерной державой, это будет угроза в целом мирового сообщества. Мы понимаем, что с этим нужно было что-то делать. Понимаем, что это вынужденная мера. И сейчас мы поддерживаем правительство нашей и, соответственно, республики, и мнение главы нашей республики, в том числе мнение президента Российской Федерации. У нас ни Кавказ своих не бросает, ни Российская Федерация своих тоже не бросает. И общественная палата будет поддерживать, в том числе и беженцев, которые окажутся на территории нашей республики. Мы уже сейчас очень активно собираем и средства, и оказывать будем и материальную помощь, и помощь в виде продуктов питания, канцелярских товаров. У нас члены общественной палаты не остались в этом стороне. Но и мы всей душой на стороне жителей Украины. Мы братский народ, все жители Российской Федерации, Карачаева, Черкесии. Братский народ украинский. Нам дорога каждая жизнь. Мы болеем душой за происходящее. И верим, что правда на нашей стороне, и мир восторжествует. Своё мнение относительно специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик высказал известный спортсмен Расул Чагаров. Я полностью поддерживаю нашего президента, главнокомандующего. Я считаю, что он правильно ведёт политику, потому что НАТО движется на восток, а не мы к ним. Поэтому, я думаю, он в интересах всей Российской Федерации ведёт правильную политику. Это лично моё мнение. Я от политики далёкий человек, но тем не менее, вот как я вижу, вот так я и говорил. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 43 309 человек. Из них 34 746 выздоровели, 261 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 12-14 метров в секунду. Днём 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. В горах местами до минус 8. Днём до плюс 7. В горах местами минус 3, плюс 2. На дорогах местами голоредица. В Черкесии облачно. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 12-14 метров в секунду. Днём 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днём 5-7 градусов тепла. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сегодня во Дворце культуры Черкеска состоялась 27-я отчётная выборная конференция Карачаево-Черкесского отделения партии «Единая Россия». Секретарём регионального отделения переизбран Александр Иванов. О том, какие цели и задачи были поставлены политическому совету, расскажет Альбина Ламкова. В работе отчётно-выборной конференции Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие делегаты из всех 12 местных отделений, депутаты Народного собрания республики, координаторы партийных проектов, представители исполнительной власти и общественных организаций республики. Партийцы обсудили итоги последних избирательных кампаний, реализацию партийных проектов в регионе, достижения в экономической и социальной сферах, работу первичных отделений. Были отмечены наиболее эффективные и востребованные населением проекты. Это городская среда, благодаря которой за время проекта благоустроены 340 дворовых и 120 общественных территорий. А в рамках проекта «Новая школа» было построено 7 общеобразовательных школ на 3304 места и 22 детских сада на 2320 мест. По программе «Походимому образовательных организаций», которая вошла в народную программу «Медленность России», в Карачево-Черкесе админирует 23 школы. По проекту «Детский спорт» в 48 сельских школах проведен ремонт спортивных залов. Построено более 60 спортивных объектов. Около 200 объектов в Карачево-Черкесе адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большая работа проведена в регионе по реконструкции и строительству объектов здравоохранения и культуры. Вспомнили на конференции пандемию коронавирусной инфекции, которая два года назад во все сферы нашей жизни внесла изменения. В это время партия «Единой России» в короткие сроки внедрила в свою деятельность новые форматы работы. Вновь секретарем регионального отделения партии был избран Александр Иванов. Были обозначены новые планы, учитывая опыт, так как сделано многое, а предстоит еще больше. Оценивая результаты проделанной работы Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единой России», Александр Иванов отметил, что с поставленными задачами успешно справились. Также настроил партийцев на активную деятельность. Потенциал для этого есть, так как в партии опытные люди, знающие, что постоянная система работы может обеспечить хороший результат. Альбина Ламкова, Руберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» с сотрудниками УМВД по Карачаево-Черкесии в ходе проведения проверки домовладения по улице Полевая-Черкеска выявлено 10 граждан Социалистической Республики Вьетнам. При проверке документов иностранных граждан установлено, что сроки действия виз истекли, и они проживают на территории Российской Федерации незаконно. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы, по которым с судом принято решение о выдворении за пределы страны. До исполнения решения суда граждане Вьетнама помещены в специализированные учреждения. Также к административной ответственности привлечен житель республики, предоставивший жилое помещение иностранным гражданам. Мероприятие под условным названием «Мигрант» сотрудникам ОИК УВМ МВД по Карачаево-Черкесской Республике были выявлены 10 граждан Социалистической Республики Вьетнам. При проверке документов иностранных граждан было установлено, что они проживают в Российской Федерации незаконно. Сроки действия виз истекли. В отношении граждан Вьетнама будут составлены административные протоколы и направлены в суд для принятия решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Вместе с тем будут предприняты все необходимые меры для привлечения к ответственности лицов, предоставивших жилое помещение незаконно находящимся иностранным гражданам. Каким видят в будущем Карачаевск юные жители города? Первый практический проект в рамках эксперимента «Город будущего глазами детей» презентовали юные горожане руководству города. Репортаж Алла Динаевой. Въезд в Карачаевск. Городской стадион «Саулук» с раскрывающейся крышей. Скульптура «Горянка», встречающая гостей с чашей айрана в новом наряде. Своё видение города отразили на макетах воспитанники детского сада «Солнышко» в рамках проекта «Карачаевск. Мы твоё будущее». И ни один уголок солнечного красивого города не остался без внимания. Эти работы готовили не только дети и воспитатели, но и... Самое главное – родители, как отнеслись к этому. Приходили вот группа «Родничок». В воскресенье пришли родители, воспитатели. И вот в основном проекты сделаны своими руками из бросового материала. Но вот итог сегодняшнего мероприятия оставил у нас хорошее впечатление и удовлетворение. Потому что все работы были выполнены с душой, со вкусом, идеи были хорошие. А идея создания проектов родилась совместно с Управлением образования. И мы вышли с предложением к мэру Карачаевска Альберту Доттаеву. А он нам подсказал провести его форме градостроительства, рассказывают сотрудники детского сада «Солнышко». Мы довольны, потому что видели одобрение наших руководителей. Мы видели воодушевление детей, родителей. И на самом деле красочно, такие качественные работы представили. Юные горожане из 12 групп детского сада номер 8 «Солнышко» Карачаевска над созданием проектов трудились два месяца и представили 15 творческих работ. Жюри сложно было определить лучшую, и поэтому придумали несколько номинаций. Разбили все эти 12 композиции на три номинации. Это «Лучшая идея», первая номинация. Вторая номинация – «Лучший архитектурный дизайн». И третья номинация – «Лучшая техника исполнения». В каждой номинации по четыре места. Получается, первых. В итоге ни один проект не остался без призового места. А какой из них в ближайшее время реализуется в жизнь, мы узнали у мэра Карачаевска. Допустим, идея трамвая хороша, но здесь негде ему разворачиваться даже. Но вот идея с канадной дорогой на Комсомольскую горку сделать там зону отдыха – это вполне осязаемая идея. Из того, что они тут предлагали, зеленый остров мы по-любому будем делать. Там все уже на стадии подготовки в этом году, зеленый остров будет. И там многие идеи, из тех, что они говорят, что-то там будет. Из того, что город надо делать красивым, как вы сказали, город первые шаги на этом направлении делаются. Скоро будем проводить благоустройство так называемой Комсомольской горки для прогулки горожан и туристов, проезжающих на наши курорты, чтобы гости республики останавливались и в нашем прекрасном городе. А еще в этом году мы планируем Карачаевск, Тиберду и Домбай связать доступной автобусной линией. Ремонтные работы автовокзала сейчас идут, подытожил мэр Карачаевска. Таким был четверг Карачаева-Черкесия, но прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин